Чем у нас отличается борьба в снегастую токку от бега? Тем, что мы не можем отталкиваться. У нас плоская поверхность, и мы просто берем, ногу поднимаем, переносим. Поднимаем, переносим. Чтобы так не перемещаться на песке, вы должны учиться все время отталкиваться. Для этого мы создаем вот эти платформочки, от которых мы отталкиваемся. Если они у нас есть, там есть от чего отталкиваться, мы делаем быстрый движок. Если нет, то просто бегаем. Значит, для этого, для того чтобы отталкиваться, мы делаем отталкивание и максимальный длинный прыжок. Пять, а вот это четвертый или пятый. Делаем широкую стойку. Для чего широкую? Для того чтобы центр тяжести опустить как можно ниже, расположить его между опор и этими опорами толкать в сторону. Если мы поднимаем центр тяжести, мы опорами толкаем. Центр тяжести вот примерно туда и туда. А нам нужно сделать отталкивание в горизонталь. Соответственно, широкая стойка. Мы либо пальцами касаемся спуска, либо локтями касаемся бедер. И делаем вот у нас нога. Она разгибается уже более-менее в горизонталь. Соответственно, мы делаем быстрое разгибание. Переносим тем самым центр тяжести отсюда. Вот сюда. И теперь, когда у нас центр тяжести здесь, мы можем вот этой опорой толкнуть дальше этот центр тяжести. Так, и у нас получается комплексное движение. Сначала этой ногой толкаем, а потом вот этой ногой. Если мы эффективно толкаемся, то у нас в этой стойке получается длинный прыжок. Вот он его положил сейчас. Раз. Спасибо. Вот если у вас есть база полета и прыжок достаточно длинный, значит, вы делаете отталкивание. Если возникает вот такая ситуация, смотрим на правую ногу, нога уехала, никакого стартового ускорения не будет. Опять. Я делаю раз движение. Оп. Всё. Организм чувствует, то есть он сделает пару таких рывков и потом не будет делать. Он чувствует, что вы поставили много вот таким вот образом и просто будет делать оптимый ренос. И разница как бы очевидна, да, в шаге и в скорости и в длине. Поэтому, опять, то же самое. Раз. Раз. Дели пониже. Поехали. Поехали. Четырехметровый. То же самое касается пальцев песка. Выпрыгивания. Мы застали. Один длинный прыжок. Просто разворачиваешь сюда в сторону лицевой. Либо в сторону лицевой, либо в сторону сердца. Нет. Один прыжок. Еще раз. Смотрите. Показываю от начала до конца упражнение, которое мы делаем. Встали на четырехметровую для того, чтобы понимать просто, какое расстояние мы покрываем. Сели в низкую стойку. Пальцами коснулись песка. Желательно, чтобы у вас развернутые стопы были таким образом, как пятки торчали наружу. А моски внутрь. Сели. И отталкиваемся. Идем. Один прыжок. Все. И вот это заканчивается. Никаких разворотов. Обратно в сторону. Нервно. Возвращаемся. Никаких разворотов. В другую сторону. В другой ногой. Отталкиваем. Отталкиваем. И база полета должна пойти. Теперь смотрите. Для того, чтобы удлинить базу полета, мы должны поработать переднюю поверхность бедра. Такой момент. Если я двигаюсь в ту сторону, я переношу вот этим отталкиванием до центра вот сюда. У меня возникает вот такая вот. И я уже здесь отталнулся, у меня уже нога прямая. Я должен переднюю поверхность бедра сделать такое движение, чтобы как бы выбросить себя из песка. Сейчас смотрим на переднюю поверхность бедра сейчас. Вот эти. И делаем. И выбрасываем. Подбрасываем себя вот этим движением. Вот так вперед-вверх выбрасываем из песка. Идем. 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 А теперь, мы пробавляем второй шаг. И теперь становимся либо к сетке. Либо близcovoy линии. К саму стоечку в字ели. И делаем старый times lower. На максимальную длину опять. Нет паузы. Паузы. На княжую. Отлично. Теперь смотри. Одно из основных мест применения этих шагов. Илья, киди, пожалуйста, мяч. Ситуация. Слава, давайте сюда. Ой. Слава закрывает линии. У меня тоже на твоих позициях. Вот, слава. Вот такой подъем. Соответственно, у меня два основных направления накатки. Это через бок и вдоль сеток. Супасаешь. Давай, через бок. Я отсюда у меня движение. Да. Играйте. Что это? Да, да. Вот мы стоим. Вот, на самую позицию. У меня шагает. У меня шагает. Прочтите, пожалуйста. То же самое. У нас низкая стойка уменьшается. То есть, если есть атака, вы достаточно большую площадь открываете. А если отталкивания нет, площадь может уменьшиться раза в 2,5. В 3. Да, когда из этой стойки вы делаете... Сейчас. Ну, догоняем защитник. Давай, бросаешь мяч. И готовишься бегать во всей площадке. Так, собираешься. И сам готовишься. По площадке разбрасываем мячи. Стараемся при любом касании занимать именно эту позицию. Низкую стоечку. И делайте только через раз. Один сложный сделали. Следующий простой. Чтобы вернулись на исходные позиции. Потом опять гоняем. На исходные позиции вернулись. Чтобы простой сделали. Опять гоняем. Поехали. Выкладываемся сразу. Если нужна будет пауза, отдохнем. Ниже, ниже, ниже стоечку. Больше разброс. Давай, давай. Вот это можно доставать. Не нужно. На мысках вес тела. Давайте держим. Широкая стойка на мысках вес тела. Давай, давай, давай. Ждешь очень высоко, Слава. Ждешь очень высоко. Илья, когда касался мяча, у тебя высокая стойка. Здесь вы поймите, смотрите. Если вы упустите этот момент касания, вот в этой стойке, отталкивания уже не будет. Вы будете набирать скорость. Вы будете набирать движение. Момент касания напарника. Идем пониже, готовимся отталкиваться. Вернули по исходную. Так. Подгоняем она. Один в сторону. Так, гоняем. Больше, больше, больше разброс. Раз, к стенку не надо. Второй раз. Другой перейдем. Давай, давай, я просто. Смей мяч. Больше разброс делайте. По боковой, по лицевой. Ниже, 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 стойку, Илья. Давай, 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 двигай. Сторожно. Начинь. Давай, давай. Давай, давай.